доброго времени суток проведем пробный такой сеанс интерактива насобиралось много вопросов от пользователей сейчас мы будем на них отвечать огромная благодарность всем вам за то что вы присылаете вопросы это позволяет быть постоянно в курсе что интересует людей особенно какая информация на канале какая полезная какая не очень вот я зашел в раздел вот комментарии в 24 каких-то комментарием не прислали но и будем так вот сразу я вот перед компьютером не буду я там делать каких то скринов там съемки с экрана вот как есть так и буду читать что народ пишет значит штук 11 спама какого-то что-то там кому-то что-то не нравится туда значит руслан савкин спрашивает посинели шляпки гриба штама к 17 у него почему ну потому что так должно быть потому что наверное это их нормальный цвет или в зависимости там от температуры может они посинели это не знаю трудно ответить на такой вопрос так я фермера значит случилась такая штука здравствуйте есть вопрос по подготовке субстрата не нашел у вас или не заметил участие подготовки субстрата для блока мочевины сахара у вас были подобные эксперименты мне кажется это может увеличить выход есть время пообщаться в конференции вот сапе сразу скажу я вот этой ерундой не занимаюсь просто не ту времени заниматься ерундой мое мнение небольшое сомнение вообще в там в этом все внесение это все шаманство от лукавого однозначно вот это мой мое мнение вы вы просто пойти как знаете ваше дело так спрашивает не пишет это давно так относительно вешенки что там грибран это давно кому надо известно больше тебя уже ушли вперед но дорогой мой ушли вперед этому видео уже два года что ты там с конца сорвался только что внимательно смотрите это интерактив такой миловатый получается макс я тоже я тоже максим и грибник пословица грибника перед никак сапер ошибается один раз ну это верно так это люди удали ролик нахер или из ролика кота нахер накидают страйков тут ебанутых много забанят канал ну может быть может быть человек и прав там с котиком там проблема получилось там просто мать его бросила мамаша вот такая штука да действительно я благодарен за за такой совет может быть и да там просто на видео нашел котенка ну мать от него ну кошка отказалась от него то есть ну кто его должен был вынечить и при том что как-то упустили момент а тут ну вот пришел что есть то есть ну и как-то это все попало в камеру ну случайно к сожалению это я я еще это видео добавил но и действительно вот человек что говорит ебанутых много накидают страйков забанят канал да действительно за жестокое отношение к животным елы-палы придется видео удалить подскажите кто-нибудь как приготовить приготовить лку ну такой непонятный вопрос что там так красивая блин а красивые блины это про грибочки ну там насчет предыдущего комментария не все люди там обычно досматривают все видео обычно сейчас люди выборочно смотрят там прощелкал посмотрел что-то интересное неинтересно все следующее видео обычно так то есть таких фанатов которые смотрят видео от начала до конца но есть какое-то количество на любом канале любителей вот просто вот нравится какой-то читан человек телеканал или информация но вот смотрят а ну так редко ну кто будет попадать мы будем смотреть что будет дальше подскажите кто-нибудь как приготовить непонятно так красивые блины это относительно моего видео там на улице и грибная грядка там красивые были грибочки но человеку понравилось да действительно там все красиво и вот когда-то сбудется ну она уже осуществляется моя моя мечта которую я там лет пять наверное придумал что в каждом уже хозяйстве там грибном но не то что грибном каждом домашнем хозяйстве или каждом дачном участке будут свои грибные грядки когда ты можешь выйти там себе раз грибочки выросли насобирал это очень приятно особенно если они свои так относительно дуды алхими там что-то еще добавляют но это такое это вторая волна так так плодоносить на природе нет это спрашивает относительно видео на улице где там грибочки это не вторая волна это уже семнадцатая ну не семнадцатая но волна уже может быть 6 какая-то 7 действительно это уже полностью отработанные блоки там на улице не может быть вторая волна это такое вторая волна была в помещении так когда вы сделали эту грядку было ли так опять про грядку эту видео с котенками хорошее видео только в другом действительно там получилось надо было котенка отрезать в конце так судьба у него была такая что сделаешь но я действительно как бы получилось правду говорить не все люди могут действительно говорить правду вот там и блогеры там и политики все остальное говорится какая-то желаемая информация вот желаем информация потому что правда она ну не всегда удобно приемлемо там для зрителя и обычно скажем много на ней не заработаешь вот поэтому все как-то подстроено под желаемую услышать вот а там вот такая да вот там в этот котенок это действительно наша реальная жизнь и что поделаешь как есть есть такие вещи никто от этого не застрахован и ничего там скажем такого в этом всем нету когда вы сделали эту грядку было ли об этом видео что это за черные мешки попробовали ли вы на улице прозрачных мешках и сколько стоит этот мицелий хочу весной попробовать сделать такую грядку уже очень у вас красиво получилось ну у девушка тоже забежала на канал не просматривая весь материал вот сразу написала вопрос конечно каждому хотелось бы такую грядку иметь своем хозяйстве и в разы дешевле это все сделать самому если есть возможность то если нет то это приятно я всегда говорю людям относительно там стоимости там делать я прошу прощения посмотрю да видео работает чтобы в холостую не тарабанил значит относительно грядок получается такое дело я вот и на задаю вопрос насколько вот выгодно там выращивать вазоны на на подоконнике или орхидеи там мы дарим там женщинам женщины там вот эти орхидеи там выращиваем насколько это выйдет выгодно или какая польза от этого да никакой просто суть то что есть у человека часть его существа у каждого человека есть которая почему-то требует тратить свою жизнь на какие-то не связанные с выгодой вещи вот скажем так и получается что ну вот грибы скажем тут в этом месте это более такая полезное занятие точно не говорю что за не заниматься там цветами орхидеями это немножко другое вот здесь просто новый как пользователь человек зашел на канал увидел такую грядочку понравилось это любому понравится это любого понравится и моя мечта в том что вот эти грибные блоки они сейчас начнут наступит весна они будут на каждом рынке каждый человек себе домой привозит самое главное вы должны вы вот должны знать что этот блок работает полгода вы новый блок если положите у себя где-то в хозяйстве полгода вы на нем будете всегда находить грибочки это приятно так и где тут рецепт приготовления агара о ё-моё правильно то себе зря 18 минут времени человек украл сколько добавлять сколько кипятить сколько в скороварке держать и все такое минус ставлю без обид верю это видео есть хорошие есть плохие а есть вот такое видео вот ну очень плохое было видео там как говорится искренне говоря ну лишние 400 капель валерьянки они повлияли вот на содержание материала который был изложен и по самому своему без связности изложения материала она просто ну как шедеврально но относитесь нему как какому-то актерскому представлению до кому-то эпатажа такого но есть вещи да когда идем смотреть какой-то спектакль когда идет полный сюрреализм какой-то ну вот это это видео это полнейший сюрреализм это разрыв мозга я когда сам его смотрю то у меня что-то случается но это видео не оставляет равнодушным это главная цель искусства и не надо уходить от того момента там допустим блогеры мы его какая наша вот профессия что мы обязательно там и труженики строители мы там писатели мы вот люди актерского жанра каждый из нас актер каждый играет какую-то роль только у нас вот сектор и мы играем это мы делаем не со сцены а мы делаем это все в интернете для людей такая у нас вот нишу вы вы заняли поэтому видео я уже даже было желание его как-то закрыть пусть она будет она имела место быть значит пусть она так и будет вот иногда я вот такой как как вот там ну вот что я сделаю вот такой да так теперь помняты до этого видео был интересный познавательный канал однозначно отписка ну ничего страшного это нормальное явление подписка я действительно человек плакать буду ну подписались отписались но не нравится такое дело ваше дело теперь дальше снова про грядку что-то ему не нравится вешенка на грядке грибной по интонации тебе похуй на мертвого котенка отписка и иди опять же там иди ну вот напишу ну как человек подсказал иди на хуй хуй луну хуй лу это не про меня это немного про другого человека если вот так взять в общем и целом вот а ну зачем хамить но это ваше дело понимаете и про котенка но опять же таки я однозначно знал что буря просто будет с этим котенком это не знаю надо будет что-то решать котенком надо будет его ну почему ну вот тут такая у него была сложная судьба но последнее что у него осталось но хотя бы внимание людей ну действительно и не его жалко ну что я мог сделать вы если бы вы знали сколько я с ним вынашивался и сколько я с ним наигрался и сколько я его прятал тем более котенок вырос он дичайший был он просто был настолько дикий кошка его спрятала где-то и вдруг он в какое-то время появился просто от голода и вот она его не не могла выкормить или как или она его бросила и он бегал орал но на руки он не давался он была полная дичь то есть он был не социальный не социализированный трудно было с ним как-то поступить потому что он убегал просто реально для того чтобы его там обогреть и накормить приходилось гоняться за ним по всему двору и хорошо если он попадал какой-то тупичок можно было поймать тогда он кусался царапался шипел и опять же нервный срыв он там ну вот пошел шквал вот относительно такой вещи какие мы все вот получается вот интернет делает нас какими-то такими ну скорее всего не неуместно эмоциональными скорее всего может не нужно так резонировать по этому вопросу так а чего хай то подняли ты в деревне не жил и причем тут вот да вот спрашивайте при чем тут хуйло ну понятно тоже человек спрашивает этого другом человеке идет речь относительно деревне да кто не жил вот я бывает вот кто в деревне живет но тот же понимает но ходил ходил пришел вечером курица взяла перевернулась то есть умерла ну блин ну ну что сделаешь ну умерла ну и жестом смерти никто не желал умышленно ну заболела там еще что-то случилось какая-то там у нас вот случилось тоже упала дверь случайно там тоже курицу придавила что похороны по этому поводу устраивать или как или там траур объявить всемирный ну ну случилось так случилось чем поделаешь такова жизнь она сама жизнь она включает в себя другой контекст то есть в другая сторона не не может быть жизни без второй части то есть так скажем так здесь обширно повешенка как что-то там я только у меня не показывает полностью название у меня идут только картинки я по памяти только вспоминаю так здравствуйте в комментариях есть вопрос но нет ответа поэтому спрошу тоже какое время может храниться запаренная солома то есть максимальный срок для закладки мицелия суть проблемы в том что солома была пропарена и приготовлены за делу как но возникла проблема с доставкой мицелия то есть солома готова а мицелия будет только через неделю ребята зачем вы парите солому если у вас нет мицелия ну вот вопрос вот сразу о чем здесь речь зачем этот вопрос как можно запарить солому при отсутствии мицелия при при наличии мицелия соломой может возникнуть тысяча одна проблема вот у нас был мицелий мы например у нас не было просто помещением и на улице повели эту салон мы сварили вот здоровенную полтора кубовую бочку а там не было ни навеса ничего и неделю шел дождь просто неделю шел дождь реально ну просто это невозможно было сделать никакую посадку вот и все и у нас был мицелий и вот сразу отвечая на второй вопрос неделю стояла через неделю сделали посадку что там в результате получилось я не помню это было очень давно ответ на этот вопрос однозначный зачем как как я в день часто слышу от людей я вот уже запарил солому а он ними цели не ближе как ты запарил зачем зачем ты вот это делал не понимаю я я собрался мой голову вот помыл там намылился или там намочил голову жду шампунь сейчас принесут не понимаю зачем вы выложили вторую часть видео зачем нам видеть ваш сарай грязный пол и морду мертвого кота особенно удивило как вы замучали играя дразнилки сдохлым котенком у вас канал и так популярный вряд ли для накрутки просмотра выложили это дизлайк определенно но с этим которому беда просто получилось но отдайте этому котенку ну последние дань уважения вот действительно у случилось ним беда я под впечатлением у тебя там фильм ужасов снимать можно шкода кошеняты в мэр виджахла можешь за голоду вы чего эти грибы ему не досмаку ну вы знаете грибная тема мало вызывала столько отзывов сколько вызвало вот этот вот это событие ну вот видите как как предсказуемое интернет-сообщество вот видите я веду канал для того чтобы каким-то образом иметь обратную связь с миром чтобы понимать как сообщество что что ему нужно вот видите вот вот что ему нужно ему нужно вот каких-то вот обрыва правильности или вот чего-то вот когда что-то разрушилась когда что-то убила сгорела пропала вот вот здесь вот тут появляется интерес когда все ровненько чистенько там и вот это все это не интересно это не нужно а тут узк шквал эмоций я думаю откуда там и приходит у меня меня вопросов там 56 а тут смотрю 24 насобирала что-то случилось блин котенок понимает умер котенок макс почему грибы легкие и тонкие как газета при температуре 13-15 градусов влажно 75-80 нет мясистости штамм нк-35 иначе мало света скорее всего освещение играет очень важную роль на улице посмотри и грибы толстенные и этот фактор главный который играет вот этой толстенности это свет и свет на прабатывает просто вот вес и у нас были вот кто видел вот это видео когда мы сделали прозрачный потолок и там выращивали грибы и грибы получались такие помещения получались как уличные черные и вот мы на значит на первой волне вы по моему получили я не если я не ошибаюсь по моему 25 процентов мы получили на первой волне вообще без у там никаких там не было ни влажности ни градусов это просто подвал которым пока ничего не было просто на полу стояли мешки и мы получили 25 процента без ничего просто за счет того что там просто был дурной свет так что вы примите вот такая информация если она будет полезна причин может быть множество так что хозяин на хозяина пенять преждевременно у меня пёс пару десятков задавил или не и же же жрут мышей отравленных или же сам папаша мог удавить дабы вынудить кошку на трахули да и в конце концов совсем не успеешь ну уже на эту тему мы вроде поговорили где вы находитесь спрашивать мы находимся в достиг на расстоянии вытянутых рук в скайпе в вайбере интернете пока на канале фанимашин скол очень просто нас найти нету никаких проблем относительно понятно коммерческих всех вопросов это в личку пишется ну вот и все какие сложности нужно ли открывать все при морде и те что под пленкой но не в перфорации отвечу вам где старый такой вопрос ну человек в общем так грибов будет грибов будет столько зависит от биологической энергии блока биологическая энергия блока зависит от размера блока и активности мицелия если мы пленку снимем полностью из этого блока мы из него все равно получим ровных грибов столько же сколько из двух там трех или десяти перфораций то есть из одной перфорации получим одну большую гроздю из десяти перфораций получим 10 маленьких но размером и то есть весом суммарным они будут столько же сколько и сколько одна ну вот и все то есть не что что произойдет если вы будете каждый вот этот приморги выпускать грибов у вас больше не будет они все обортнуться все равно но вы просто порвете вот этот весь мешок он высохнет у вас и в дальнейшем уже надеяться на какую-то вторую волну там и поторный урожай уже у вас не не будет возможности поэтому этого делать не нужно но если основная гроздя например не пошла а ну вообще это ошибка если у вас приморги идут не в дырке а идут по пленку это это ошибка это не плотная набивка блока там ну и куча разного может быть и может быть даже глючными целей то есть это диссертацию можно написать по этому вопросу поэтому не будем останавливаться широко теперь смотрит на это видео черные какие-то грибы спрашивают какой штамм я по фотографии черных грибов на уличных не могу сказать какой штамм тот штамм который я культивирую так это не трудно ответить а какие зерна колумбийская кофе неплохой это относительно кофе по-турецки добыл у меня время я у себя на дачи немножко так сделал себе отпуск что-то устал я за осенний там сезон вот этот весь как-то надо было отдохнуть и там получилось вообще интересная история с кофе по-турецки это по сути дела там не не специально это заморачивался там с кофе по-турецки это я сушил песок для шиншилл и его надо было подсушить и продезинфицировать вот я его сушил а потом появилась у меня вдруг одна такая прекрасная идея а что если туда вот взять и кофе то есть даже не это может быть на идея была просто места не было ну как кофе надо было нагреть вот я его и завалил в песке вот и получилось кофе по-турецки так теперь относительно вешенки там про вентиляцию что-то рассказывал говорит что долго жуешь да ладно там может быть может быть я верю это ранее ролики я тогда еще снимал можно сказать так что учился это было уже года три назад так что такое пишет человек отличный канал конечно вот это видео к там да где характеристика штаммов там по моему ничего подобного в интернете никто не делал когда взял и от начала до конца выложил все хорошо может профессор какой-то там выложить теоретический материал от начала до конца полностью теорию это одно когда человек с практической точки зрения тем более там так не сильно научно но вот из практики просто человек вот то что работал вот то и рассказал материал очень важный хороший и нравится людям и не то что он он полезный он практичный то есть человек может вот это посмотреть он точно может сам для себя решить что на чем на каком штамме ему определиться то есть четко вводит в курс дела начинающего грибовода или понимание уже работающего грибовода пропали уже посты о котенке слава богу потому где еще видео не было но я думаю это еще на этом история не кончилась там она будет длинная канал забанят и вот и будет всем большой привет и мне тоже так здравствуйте простите если не заметил но есть ли рецепт питательной среды на агаре рецепт питательной среды это питательная среда сабура на которой я уже работаю несколько лет рецепт ее можно найти в интернете чё там еще рецепты раскатывать не не буду я делать вот этих роликов знаете как еще монтированных то есть у меня на это времени нету вообще даже не не времени нежелания то есть не буду я монтировать как вот этой там берем вот этот интернет там вот это все сделано под музыку все классно вот это все супер и вот такой ролики вот агар у вас получается нет этого не будет читайте учитесь это это не ко мне это другим вот а причем тут причем тут листопада не беларусь же да это не беларусь это украина листопад это ноябрь вот дома каком-то видимо там монтаж уличного освещения да там красивое освещение такое сделал около сауны вот просто сама идея была в том что сами контакты залить этим термоклеем вот потому что там постоянно дождь некий то все и вот я себе подумал как вот эти контакты оголенные ну немножко и там главное что люди после сауны приходят и там получается это освещение немножко так сейчас открыто потому что недоработано вот и получилось как это все избавиться от проблем каких-то я решил вот взять просто эти контакты как китайцы делают плотно залить термоклеем и все изолировать это раз и навсегда от воды от окисления и это разных проблем дальше мыши съедят если не поднять меня съели человек пишет что у него блоки на на лежали на земле и мы съели мыши ну голодные видать мыши больше нечего было есть то они ели блоки вы дайте мышам что-то другого заведите кошку мышам можно вот эти пакетики и специальные для мышей и будет все нормально хорошая идея с мусорными мешками значит если взять плотные черные мешки то никакой темное помещение это переносить не нужно черные мешки сами создать темноту внутри я правильно поняла какая хорошая идея относительно вообще темного помещения кто вам сказал что грибам нужно темное помещение простите меня пожалуйста кто вам это сказал какое-то темное помещение полный ну заблуждение человека скажем заблуждение в том что грибам каким какой-то нужное темное помещение грибам точно так же как и людям они любят любят тепло тишину и влагу вот чтобы было тепло тихо и влажно так что измените свое отношение грибам а то у вас не получатся те результаты которые вы хотите если вы не будете понимать что им надо не надо им темно у нас в первый раз после посадки мицелия через две недели выросла около трех килограмм вешенок это радует ой вы мне огромное количество людей присылают свои фотографии которые вырастили на пеньках про пеньки отдельно будет видео еще надо я уже есть огромнейший опыт относительно выращивания на пеньках это я обязательно должен сделать потому что будет с моей стороны это нечестно такую информацию громаднейшую не выложить просто на канале но это другим роликом значит у нас первый раз так значит множество мне присылают даже из москвы прислал человек но самое интересное он у меня брал не мицелий он у меня брал другой материал и получилось так что я даже вот на себе это не представлял и тут мне он присылает такие фотографии такая красотища пинчища там такие вот громаднейшие там грибы и все остальное вот это не первая волна спрашивают относительно на улице это не может быть первая волна на улице на улице это только отработка валяется это никакая не первая волна как всегда круто говорит какой-то человек вот есть люди да действительно любители моего канала которые с нетерпением ждут каких-то моих видео каких-то следующих там измышлений там размышлений и так дальше ввиду занятости простите меня друзья ну просто но я не не занимаюсь кином я занимаюсь мицелиями гривами и между прочим когда у меня есть время и желание я пробую что-то сделать чем-то поделиться так что не сама цель у меня тем более что youtube последнее время понимаете как информация с каждым полугодием удваивается а со временем вот это полугодие укорачивается вот и получается такая что в этом всем космосе информации тонут вот эти все блогеры видео и все остальное поэтому неблагодарное дело становится но сильно там работать на этот youtube рассчитывать на вот эти заработки и она вообще потеряла какой-то такой смысл по это дело это делается на энтузиазме поэтому ну хотя бы там оцените тот труд то время тех людей которые там тратят на это какое-то свое время большая им хвала если еще какой-то материал там полезны ну это вообще прекрасно спрашивает человек а что мешках мешках солома солома с мицелиям старые отработанные блоки так я не знаю как насколько информативно это пробный у меня такой сегодня получился обзор вопросов мне самому будет интересно этот материал потом посмотреть что из этого всего получилось так что я просто смотрю на картинки а вы смотрите на меня и получается может быть информация идет так разорвано немножко вы не понимаете о чем я говорю а я давайте мы потом вот это все сверим посмотрим и если будет интересно буду продолжать если не будет интересно то и не буду так постригся что ли он человек зашел смотрел раньше когда я был там немножко в другом таком внешнем виде скажем так бородой то это самое ну да время идет все меняется как-то главное главное быть не идти диссонанс со своим собственным мироощущением кстати насчет постригся между прочим так вот очень вкратце расскажу одну интересную историю когда была война во вьетнаме в сайгоне значит нужно было вот разведчиков которые бы вот жили бы в джунглях и умели бы хорошо разведывать вот эти места значит ты решила править ну там значит военные решили взять и для этой цели взять коренных индейцев которые действительно всю жизнь прожили сами в этих джунглях и они умеют вот это все это разведывать там выслеживать не просто ли там не то что людей там зверей вот это все краса и вот это сидит и значит они брали вот этих индейцев тренировали их и готовили их к разведывание деятельности и самое удивительное было то что естественно есть как как военные люди они их постригали как подвоенных то есть они снимали им ну не снимали скальпа стригли в общем по военную стрижку и вот получилось такая они заметили одну вещь что вот эти люди после того когда им состригали волосы они становились как будто обыкновенные люди вот этот дар вот этого предвидения как животного вот этого всего у них исчезал просто от этого так что давай нужно не забывать что ну как вывод из этого всего можно сделать что волосы являются как будто антеннами у человека ничего у нас не случайно она все имеет свое значение какое-то время знаете если человек отпускает стрижку значит в этот момент он поиски поиски чего-то он настраивает свои антенны для того чтобы к нему что-то пришло другой человек если соответственно противоположный вариант значит он вообще ничего не ищет ему ничего не надо самодостаточный и так дальше но скажем так я не берусь как-то проводить вот такие градации это мои просто размышления такие на канале вот сиюминутные вот и поэтому я не это не какой-то там такая вот разделение просто так размышляем здравствуйте досмотрел до того главного что меня интересовало что с вешенки тоже легко сделаются принты сколько я не смотрел в сети никто не показал этого спасибо вам успехов боже мой ну какая проблема сделать принт из любого агребата возьмите срежьте шапку положите на фольгу вопрос в том получить этот принт стерильный это совсем другой вопрос я вот скажу вам честно где-то валялась ящики вот есть отпечаток гигантского шампиньона валялся у меня валялся так пошел мусорник вы знаете если взять меня я долго даже упирался взять себе новый штамм готовый уже штамм из проверенного источника чтобы взять его в разработку нами цели это все равно полгода уходит на всю проверку адаптацию для того чтобы можно было там например с другими людьми работать чтобы этот там это самое применять это надо его проверить и все остальное на глючность там на все другие параметры потому что у одного человека одни какие-то критерии у меня может другие у третьего трети и это очень сложный вопрос это 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 уже когда готовы клетки когда ты берешь агар там пошли банки там и все и уже пошел мицелий а говорить о каком-то там принте который надо выводить я вам честно скажу вот ну то есть это ваше дело как вы будете поступать как я бы поступал я бы взял просто узнал учил у людей хорошие рекомендации от том источники откуда вы будете брать я бы просто взял клетки зал бы готовые клетки я бы не возился с низ какими принтами это это неблагодарное дело тем более поймите я всегда говорю вы берете споровый материал это смешанный генетический материал неизвестно что у вас получится на выходе это не означает что если вы видели вот такой гигантский шампиньон это не означает что вы возьмете дефективную клетку вы будете с ней провозить из два года и в результате вот поймете что это полная фигня вот на собственном опыте опыте проверено и в принципе все сказал так дальше прошли так и большая там где я снимал сушу сушка шеи таки впечатляет мне так и не планируешь я бы хотел их выращивать но не откуда черпануть опыта ой ребята заводить новый какой-то штамм но уже не говоря о каких-то новых грибах это это архи сложно и тем более ну хватает вешенки пока вот будем работать на этом я прошу прощения видео может в любой момент оборваться если вдруг телефон кто-то звонит то он так устроен что видео автоматически заканчивается если он она вдруг автоматически оборвется то что вы должны понимать что позвони но будем надеяться что не позвонит потому что у нас важное дело мы должны сегодня пообщаться у меня первое такое опыт обзора вопросов я думаю в дальнейшем будет намного больше вот и нужно было объяснить что случилось котенком и вот и поэтому сидим вот так долго и общаемся тем более что не прошли еще все вопросы которые задавали пользователи так с темы на тему прыгаешь показывая что на чем не говоришь сильно затянул намудрил расчетами которые так не закончил в итоге запутал другие ролики у тебя нормальные по существу совет продумывай заранее текст ролика чтобы за зритель лучше понял суть вопроса это ролики с съемки там а вентиляции да там спутанный такой ролик там как бывает разное настроение у людей понимаете может не сложилось у меня тогда настроение ну что сделаешь не сложилось плохой ролик ну вот есть хорошие есть плохие ну так должно быть она по-другому же не бывает в жизни но обязательно как-то как-то вот так я стараюсь так сидеть я не знаю что показывает камера телефоном снимаю чтобы быстро загрузить поэтому обратной связи нету и я надеюсь что я попадаю просто в кадр снимаю сам так что такое я обратил внимание на то что у вас все блоки расположены раздельно друг от друга у некоторых гриб воды блоки положены друг на друга и это наверное экономит место почему вы не применяете такой способ укладки да как бы вам сказать времени нету ничего там применять как как вышло так есть это видео там на пеньках где мы там видео было мы приехали там знакомым привезли бракованные мицели и мы на корм рыбам у них пруд свой есть вот там рыбы живут вот рыбы прекрасная вот хавают вот это все дело и был он не всегда вот такой бракованный что вот просто на выброс но бывает там или порвался или там разбился но хорошими цели просто качестве взяли закопали его под кучу пеньков приготовленных под дрова вот взяли закопали осенью на дровах начали расти вешенки вот вот здесь все было видео да вот такое тут уже пошли мои уже ответы это уже просмотренные видео которые я уже просматривал я что-то так уже раз 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 разработался понравилось мне лично понравилось вот это общение обзор таком интерактивном плане то есть не сам там просматривал взял тубом поотвечал вот и все и на этом закончилось теперь ладно на этом закончим потому что видео и так получилось такое длинное не знаю столько по времени нужно отметить поблагодарить вас за ту обратную связь которую вы присылаете не будем больше мы там животными это все дело мы я думаю больше таких наверно случаев не случится вот тем более прошу там прощение если может кого-то обидел в этом видео я не это не не придя там был вот самое дело это не не при чем вот просто-напросто вот так произошло сам как как вы понимаете там увидел и тоже тоже так для меня это было неприятно вот а приятно было то что пробная такая обзор вопросов произошел я думаю это вас вдохновит на тот случай чтобы тоже задавать какие-то вопросы которые возникли во вру в во время возможно моих ответов вот а меня в дальнейшем на то чтобы я опять насобираю какую-то группу вопросов посидим поговорим вот таком плане вы где-то там чаем с кофе там у себя за экраном я там у себя перед компьютером и удивительная вот вещь вот искренне вам скажу это вот мы с вами вот как общаемся и смотрим на друг друга но на самом деле я вижу просто вот камеру телефона вот я не вижу лиц понимаете передо мной просто телефон я вот с ним разговариваю вот и через него я стараюсь как-то попасть ну не обязательно там в душу я должен попадать я попасть как-то в ту тему вопроса или просто что-то должно быть человеку интересно он если потратил время на этот просмотр вот то должно это ему понравится я по крайней мере старался насколько мог так что извините если что-то возможно было не так старался никого не обидеть а с вами был макс селлер на канале фанима шум скул надеюсь что у нас будет длительное будущее длительное общение так что следите за каналом подписывайтесь и всего самого на улучшего и выращивайте грибы пока все не просто получается найти вот эту кнопочку чтобы ее отключить